Физиогномика и нечто большее Лицо – это наглядная демонстрация внутреннего состояния человека, его истинной внутренней сущности. Как бы человек не научился скрывать свои эмоции, маскировать свое психологическое нутро, на лице все равно отразится вся его суть. Однако есть еще более глубокий и быстрый метод определения неблагонадежности человека, но об этом чуть ниже. Есть такая наука – физиогномика, которая учит разбираться в людях по особым чертам на лице. Это очень полезный навык, а если учитывать тот факт, что в последнее время люди сильно деградировали, а следовательно общение с большинством из них как минимум пустая трата времени, а то и вовсе дело опасное, то этот навык становится просто незаменим для тех, кто ценит свое время и себя. Однако проблема каждой науки в ее материалистичном подходе. Изучая других людей по внешним признакам, физиогномисты стараются делать это очень поверхностно, схематично, уделяя много времени деталям, но упуская суть. Вы можете изучить все мельчайшие нюансы физиогномики – тонкие губы, широко посаженные глаза, сдвинутые брови и т.д., но все равно обмануться. Почему? Потому что, во-первых, человек – это не только лицо, но и речь, а речь глубоко проникает в сознание и очень сильно влияет на наше восприятие. А во-вторых, человек не ограничивается лишь грубой телесной оболочкой, но имеет еще и тонкое тело, психическое, и гораздо важнее его энергетика, нежели черты лица. Лицо можно изменить, сделав пластическую операцию, а энергетика меняется только образом жизни, и происходит это очень медленно. Поэтому, развивая умение читать человека, нужно уделять внимание не только внешним признакам, но и внутреннему его энергетическому состоянию. Только так можно безошибочно и быстро сканировать истинную суть кого угодно, даже просто находясь рядом с человеком, не глядя на него. Но для этого нужно обладать определенной чуткостью, которая, впрочем, развивается довольно просто и приходит естественным образом. И об этом я как раз хотел поговорить. Почему люди часто обманываются, становясь жертвами неблагоприятного и опасного общения. Здесь нет ничего удивительного. Подобное притягивает подобное. Будь вы хоть самым опытным физиогномистом, но если ваши мысли и поступки нечисты, то вас будут окружать точно такие же, как и вы люди. Причем они будут казаться вам абсолютно нормальными. Например, работника рыбной базы не смущают ни потроха, ни отрубленные головы, ни резкий запах рыбешек. Он привык и всего этого не замечает. Но если его на какое-то время изолировать от такой работы и дать работу совершенно иного порядка, чистую, то следующий его визит на рыбную базу будет ему уже неприятен. Точно так же, общаясь только с честными, надежными, прямодушными, благонравными, справедливыми и смелыми людьми, нам будет неприятно находиться в обществе лжецов, подхалимов, карьеристов, трусов и т.д. Мы сразу будем чувствовать тревожные флюиды, исходящие от них. Все дело в контрасте, чем сильнее контраст, тем более отчетливее восприятие. Совсем не обязательно знать все тонкости физиогномики для того, чтобы отличить неприятное, мерзкое лицо коварного и лживого человека от лица приятного и благородного. Когда человек постоянно лжет, ведет вороватый, подлый образ жизни, презирает всех, кто его слабее, не уважает никого, на его лице все это отражается самым естественным образом. Оно отталкивает, не внушает доверия, а иногда и вовсе человек настолько демоничен, что буквально похож на какого-то бесенка или демона. Говорится, что глаза – это зеркало души. Отчасти это верно, но глаза негодяя – это зеркало всех его внутренних пороков, прекрасный показатель его внутренней сущности, которая к душе не имеет никакого отношения. Как правило, глаза нехороших людей выражают презрение, высокомерие, равнодушие, безумие, хитрость и жадность. Посмотрите на лица наших политиков и главных пропагандистов и все поймете сами – это идеальный материал для тренировок. Они выглядят либо комично, как живой шарж, есть такой стиль художественного искусства, где художник выделяет наиболее характерные черты лица, либо откровенно демонично, и у любого нормального человека при виде их возникает естественное отвращение. Если у вас не так, то вы либо человек просветленный, который видит покрытые оболочками чистые души, либо мало чем отличаетесь от этих негодяев, ну или как минимум ослеплены пороком равнодушия. Потому что равнодушие – главный признак слепоты и черствосердечия, что естественно не добавляет четкости, так необходимой для безошибочного чтения людей. В общем, я надеюсь вы уже поняли главный принцип развития необходимой проницательности для обличения любого типа неблагонадежных личностей. Не нужно углубляться в детали, пытаясь понять, к какому типу злодеев принадлежит тот или иной человек, жадный он, лживый, похотливый или завистливый, не все ли равно? Достаточно того, что вы будете чувствовать исходящую от него опасность и заранее избавите себя от его влияния. А для того, чтобы развить в себе такие качества, нужен не учебник по физиогномике, а практика. Она заключается в том, чтобы окружить себя благоприятным общением и избегать общения неблагоприятного. То есть, по возможности необходимо общаться только с честными, смелыми, бесхитростными, простодушными, добрыми и надежными людьми. Причем общение может быть не только личным, но и через слушание и чтение. А в идеале нужно стремиться к общению с теми, кто ведет праведную духовную жизнь. Естественно, мы и сами должны посредством духовных практик мантра, молитва, медитация очищать свое сознание. Необходимо вести чистый, бесхитростный образ жизни, никогда не лгать, принимать ответственность за свои поступки, отказываться от любых одурманивающих веществ и мясоедения. Что касается мяса, то скажу прямо, те, кто употребляют в пищу мясо, не могут продвинуться на духовном пути. Сознание таких людей постоянно оскверняется, и они не в состоянии отличать истину от лжи, хотя бы даже носили рясу или буддийские одежды. Очищение сознания – важнейшее условие для того, чтобы иметь правильное восприятие мира и его обитателей. Чем чище сознание, тем меньше ошибок мы совершаем на нашем пути, а чистота сознания напрямую влияет на чистоту сердца. Именно там находится сверхдуша, которая подсказывает нам посредством голоса совести, как поступить в той или иной ситуации. Но из-за неблагоприятного общения, вредных привычек и грязных мыслей наше сердце оскверняется, и мы становимся нечувствительными и глухими к голосу совести, тем самым теряя связь с безупречным советником, с Богом. Духовно развитого человека очень трудно ввести в заблуждение, потому что он не смотрит на мир телесным зрением. Он видит глазами знаний, шастр. У него сильный разум и чистое сердце. Он очень чуток и внимателен. Такой человек не сентименталист и не наивный дурачок, хотя внешне может казаться таким. И если он позволяет себя кому-то обмануть, то лишь за тем, чтобы преподать этому человеку мудрый урок, направленный на его исцеление. Если такой человек попадает в общество невежественных людей, то как минимум оно на него не влияет, а в идеале именно его влияние благотворно сказывается на окружающих его людях. Но это высокий уровень и не следует его имитировать. Наше дело, как я уже писал выше, искать общение благоприятное и избегать общения дурного. Не только личного, но и через фильмы, передачи и книги. И, конечно же, не забывать очищать свой ум чтением мантр и священных писаний, повествующих о деяниях Бога. И тогда мы без какого-либо труда сможем сами меняться к лучшему, хорошо разбираться в людях и происходящих событиях, и, что самое главное, получив необходимый опыт и реализации, помогать меняться другим.